Я буду все равно говорить о феномене трех базовых нейронных сетей. Это недавнее, по сути дела, открытие. И вообще вот эта сетевая концепция в нейрофизиологии, это такой самый мощный как бы драйвер сейчас этого исследовательского процесса. Значит, что можно понимать, что меня потрясает, это то, что вот как мы умудряемся думать. Это для меня загадка. Ну то есть я могу понять, что мы, например, формируем условные рефлексы и отзываемся на них, функционируем с ними. Но мышление это не какие-то вот набор заготовок, это возможность организации этих заготовок в какие-то новые сущности. Это способность вносить сущности в предметы, то есть предполагать там внутренний мир в моих собеседниках, хотя, в общем, это абсолютно негаратированный факт. Это моя гипотеза, ровно как и ваша относительно меня. У меня нет доказательств. То есть вот этот вопрос мышления, он меня поражает. И вот то, что во его основе лежит наша социальность, это очень, на мой взгляд, интересная вещь и значимая для нас, особенно вот в эпоху этого аутизма, такого нашего всеобщего цифрового, очень важно как бы это первое понять. Второе, что вот связано с этими сетями, это их жонглирование. Как они переключаются. Да, последних вот этих исследований, которые говорят о том, что это же три разных режима работы мозга, которые, по большому счету, как бы перепасовывают деятельность. То есть сеть выявления значимости, одна из этих трех сетей, она является таким базовым переключателем. Она интегрирует мои подкорковые структуры с корковыми структурами и таким образом определяет мои мотивации и потребности. Я же не воспринимаю все на свете, я воспринимаю что-то конкретно. Что-то, что попадает во внимание? Внимание попадает не случайно. Я бы сейчас мог взять и смотреть, где ярче. На тебе или в лампе? В лампе ярче. Почему я на тебя смотрю? Потому что у меня, как другой примат, вызываешь больше. И включает мне подкорку структуры. Я не могу игнорировать примата по соседству, потому что, может, мне что-нибудь сделает нехорошее. Это неизвестный факт. Вот. Ну, в общем, если серьезно, да, вот у нас есть сеть выявления значимости, которая определяет, что мы видим в окружающей действительности. И дальше у нас есть центральная исполнительская сеть, которая позволяет потреблять информацию и ее структурировать вот в таком рациональном очень смысле. И есть дефолт-система, которая способна привлечь к этому весь объем наших существующих знаний. И вот дальше, что такое талант и что такое креативность, да, это способность не просто там уходить свою эту дефолт-систему и теряться там, да, а все время быть на контакте с реальностью, выхватывать из нее актуальный материал, да, его преобразовывать и снова загружать в дефолт-систему. И через сеть выявлений значимости выгружать его, да. Вот. И, ну, на мой взгляд, это игра. А это, по сути дела, там, смотрите, там, как бы, включаются прямо разные, он как цвета музыка, когда вот лампы в разных местах стоят, и они вдруг создают свой режим игры. Вот. Поэтому мне это кажется чрезвычайно важным с точки зрения формирования нашей конструктивной деятельности. Ну, и третий факт – это все, что связано с так называемым дистальным видением. Опять же, существенная проблема. Мы сейчас не можем развернуть пространство своего существования далеко. У нас нету длительных стратегических планов. Мы с Софией как раз сейчас говорили, какие стратегические планы. Вот София сказала, сейчас нужен альбом. Вот, да, значит, мы ждем. Вот, да, но наличие стратегических планов – это очень важно, и чем они дольше, длиннее, тем объемнее выстраивается перспектива. Вот, и важно, что дистальность – это не только моя способность во времени или в пространстве развернуть, но и в разных подальностях. На самом деле, то, что я реконструирую внутренний мир другого человека, уже является дистальным видением. То есть я исхожу при его оценке не из своих потребностей, да, а я исхожу из того, что у него могут быть его собственные потребности. И это, собственно говоря, и есть ключевая вопрос дистальности. Это очень сложно формируемый навык, это дефолт-система обязательно, вот, которая, конечно, должна со всеми другими сетями в этом работе. И вот почему сейчас мы находимся в конструкции, что люди все меньше и меньше способны на дистальность. То есть они к другим людям относятся как к функциональным единицам, не возникает долговременных глубоких отношений между людьми, которые предполагают наличие этой дистальности. Вот, и нету проецирования в будущее, а, соответственно, нет мотивации, нету достижений, нету, как бы, концентрации собственных усилий к чему-то. Они в результате расплескиваются, и возникает вот это ощущение общей какой-то усталости, отсутствия силы и так далее. Вот, поэтому, ну вот, мои факты, ну, на самом деле, там много всех других смущных, про него, знаете, ну вот, ладно. Никто не сомневался, Андрей Владимирович, кто из вас больше фактов, кто, кроме вас, больше фактов знает? Ой, знает много, я даже не буду рассказывать этих людей гениальных, у них много есть в голове знаний.